Любимые, всем привет! Вы на канале Жизнь из невроза до 100 лет и сегодня мы с вами говорим про то, как стать автором своей жизни. Такой у меня вкусненький запрос был сегодня. Как стать автором? То есть мы часто испытываем на себе вот эти послевкусия управления, послевкусия восстановления, после какой-то нагрузки физической, интеллектуальной. И очень многие становятся адептами той ситуации, в которой они находятся. И многие не позволяют себе на самом деле перейти на что-то классное, крутое, то, что им действительно интересно, потому что у кого-то финансы, у кого-то дети, у кого-то гормоны, у кого-то, я не знаю, у кого что. Ах, хотела сказать, а у меня детокс от телевидения. И, соответственно, когда вам очень много диктуют сверху, да, телевидение, ютуб, другие люди, чужие семьи, вот это все происходит в вашей жизни и происходит не ощущение своих личных потребностей. А ведь потребности есть, и их нужно как-то решать, с ними нужно как-то справляться. И просто у многих нет на это даже никакого ресурса. Что делать, если вы хотите быть автором своей жизни? Начать с самых маленьких бумажечек, на которых вы выпишите актуалочку на год. И действительно, эту актуалочку закрепите у себя на ноутбуке, на макбуке, на столе. И будете держать это в своей голове, что вам важно за год сделать. Шаг за шагом, каждый день в копилку складывать те вещи, которые вы можете. Прошел там 10 минут между работой, создал новое видео на интересную мне тему. Не ему, не Васе, не Пете, не программисту Илюше, не Алене-психологу, не трихологу, а мне. Мне интересно, там может, рыбалка. Вот я сделал такую вещь. Я отказался, там, например, от какой-то еды, которая мне не подходит. Нормально, да? Ну, все же смотрят, или жена приготовила. Нормально, если ты действительно чувствуешь свое тело. Стать автором своей жизни – это взять полностью управление за все. За здоровье, за финансы, за развитие, за достижение целей. И это офигеть как сложно. Очень многим привычно жить на тех колесах, на которых они едут. И ничего на самом деле они менять не хотят, не будут и не смогут. Почему? Потому что привязаны к тому, что уже сами себе навязали. Так вот, выходите из своей иллюзии, создавайте реальные планы и идите туда, где вам некомфортно. Потому что именно уровень дискомфорта создает новые нейронные связи, которые вы же потом используете и сделаете для себя какую-то суперновость. Понимаете, о чем я? Надеюсь, понимаете. Еще один момент – это любовь к делу, любовь к жизни. Если она у вас есть, автором своей жизни можно быть только так. Спасибо.